Не забывайте, что промокод FIRE1 задает 40% к пополнению. Пополняешь на 10 тысяч, получаешь 14 тысяч. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы играем на сайте MyCosGo. И хотелось бы сегодня проверить одну тактику. Это мы уходим, как всегда, в самый низ и открываем коллекции. То есть в этой тактике нужно открывать коллекции. И, возможно, выпадет нам какой-нибудь дигл. Шанс есть. Ну, хотя бы на вот такие вот дропы, как песчаная буря и пиксельный камуфляр. Давайте пробовать, давайте тестировать. И хотелось бы обсудить, наверное, инвестиции в кс. То есть у меня есть знакомые, которые занимаются инвестициями в плане того, что делают покупку кейсов. Они покупают кейсы за 3-4 рубля и потом через год перепродают за 10-15. Да, это тенденция... Ой-ой-ой, пустынная гидра. Это тенденция беспроигрышная, потому что, ну, это факт. То, что кейсы всегда дорожают со временем. Это факт. И стоит это учесть во внимании. Но, с другой стороны, с другой стороны, если так смотреть шире, то, конечно, капсулы тоже выгодно открывать. Ой, открывать, покупать. Потому что капсулы, особенно турнирные, тоже дорожают. И, например, все зависит от команд. Да, допустим, какая проиграет, какая будет на хайпе. И это целый отдельный ряд, который я еще не хочу рассматривать. Но у меня есть желание, на самом деле, создать новый стим. И закупить туда очень много кейсов, всего того. И через годик где-то, ну... Ой, кстати, 6 тысяч выпало. Нормально, песчаная буря, да? И потом через года-два продать и купить себе, я не знаю, машину, да, грубо говоря. Ну, это так. Утрированно звучит, конечно. Но сам факт того, что инвестиции выгодны. И, как мы видим, тактика работает. Уже 7 тысяч подняли практически. И это неплохо. Это неплохо. Ну, блин. Также, ребятки, лучше инвеститься, это, конечно, на мой кс.го. Вводить промокод FIRE11. И крутить кейсы. Потому что мне, как видите, уже по этой тактике выпал норм скинчик. Который стоит 5 кусков. Но сейчас уже перестало выдавать. Хотя 2700 нормально окупились, не жалуюсь. Да, конечно, ужас. Я даже не знаю, что теперь делать. Давайте уже тактику проверили. Теперь пооткрываем кейсы какие-нибудь поинтереснее. Давайте агентов. Интересно всегда кейсы агентов открывать. Потому что тут может выпасть вот этот. Вот этот самый топовый. И, как мы видим, все плохо, да? Ну, еще раз откроем. Ладно, если денег хватит, еще раз откроем. 7000. Кстати, это как будто беспроигрышный вариант кейса агентов открывать. Они меня практически всегда окупают. Вот опять, смотрите. Еще раз открою, окупят. Я не удивлюсь, да? Да? Все-таки будут? Нет. Нет. Ну, дальше пойдет слив 10 кусков. Я не жалуюсь. Это хорошо. Также, ребятки, даже обычные скины можно закупать. А в пазимах неплохо, кстати. Но это... А, это окуп. Найс. Поздравляю. Себя. Насчет обычных скинов, да, конечно, обычные скины тоже будут даржать. Потому что, ну, как показывает практика, раньше скины, которые стоили очень дешево, сейчас дар. Ладно, денег нет. Допустим, вы тот же купите дешевый какой-нибудь калаш. Сейчас на примере покажу. Даже пожелания на ночь купите. Возможно, возможно, через годик, когда появятся еще новые кейсы, Габен себя кошельки наполнит деньгами, и новые скины будут по-другому выглядеть. И это будет как раритет, знаете. Может, через 10 лет он будет стоить очень дорого. Типа старый скин. А все может быть так, что он подешевеет, и вы провалитесь. Поэтому закупайте красивые скины. Допустим, Скоростной Звери. Очень неплохой скин. Который может, в теории, через пару лет вырасти очень хорошенько. Ну, я не знаю, ребятки, не знаю. Это очень сложно. Лучше всего кейсы, конечно, да. Ну, кейсы можно даже не по рублю, которые сейчас стоят, а потом по 15-20, и потом их перепродавать. Очень сложная тема. Я в ней не разбираюсь. Но сам по своему опыту знаю, что я покупал нож один раз за 7 кусков. Стилет стоил, 7 кусков. И потом, смотрю, через год 25 кусков стоят. Думаю, ну почему я его продал за 10 тогда? Да, я еще там радовался. Думал, все, я бизнесмен на 3к в плюсе. А это все бред, ребятки. Это все скам. Нельзя продавать раньше времени. Также и биткоин. Ну, эфириум и биткоин тоже криптовалюты, которые очень сильно упали, да, по сравнению с тем, что было раньше. 4 тысячи эфириум стоил. Очень сильно упали. Но сейчас, мне кажется, они будут снова подниматься. Блин, что-то плохо. Плохо, но хорошо. Подняли 14к и сразу все слили. Тактика в любом случае работает. Это меня радует. Императрица. Ну что они... Let's go! А, это 6 кусков. Я уже думал, что этот... А теперь что стоит? Ну, 1015 что ли. Ну, ладно. Так, ээээ... АВП. Пожалуйста. АВП. Да, походу все, это провал. Но это реально похоже на сильный провал. ГГ. Ладно, все, досолем уже на авиках, я так понимаю. Кстати, короче, гроза очень красивый скин. Но он стоит... Ааа, так мы окупились. Нам что-то выпало дорогое. Даже 10 откроем. Хорошо, вот этот расклад уже получше. Красная линия, кстати, топ. Красная линия, она раньше была топа, потому что туда наклейки можно было крутые клеить. И сейчас, в принципе, голографические какие-то, если приклеить, будут круто. Оставим один хотя бы скинчик, чтобы не было так обидно. Ну, карте севера не то. Хроматическая аберрация норм сойдет. И... Ладно. Последний спин. Ладно, ребятки. В общем-то, играли на Майк Эс Го. В принципе, окупились. Тактика рабочая. Всем пока.